Все-таки решила, а я бы такой, что и в ширину бы поставил. А я вот хочу маленькую девочку, пусть это будет акцент больше не на девочку, а акцент все-таки больше на девочку. Раз она маленькая, значит она должна подвинуться немножко в перспективу, да? Значит накидаешь пальцами приблизительный силуэт, накидаешь, накидаешь, ножички накидаешь, накидаешь, снаружи будешь вот так отталкивать, если надо уточнить будет. И мастихином, мелким, совершишь вот такие подрезания, уточняющие ножки. Дальше вот эту бы среду бы немножко показать. Помнишь, как мы вчера вот эти огоньки там какие-то... А дальше что, с мастихином или руками? Дальше вот эту бы среду бы немножко показать. Помнишь, как мы вчера вот эти вот огоньки там какие-то... Рыжеватые огонечечки... Там вдали... А вот так вот. Более цельное пятно синенького неба, именно синенького. Не хочу небо синенькое. Хочу, чтобы... Да? Хорошо, хорошо. Но более цельное пятно тогда. И немножко этих домиков понаметить вместе с... Смотри, с уходом архитектуры вот по такой траектории. Там много недовыдавленных. То есть цельных тюбиков не хватает, да. Но недовыдавленных круг-круги. Оно мне нравится. Ну, с выходами рисунка. Да, я люблю этот стиль. Так. Вот я тут стол такой поставила. Позорный. Вот этот распахивающийся женщинам идет. Пусть будет. Колготки оденем. Сейчас, сейчас, сейчас. Сначала черняву. Там чуть-чуть профилечечек обозначишь. Чуть-чуть все-таки покажешь локоток плечика, чтобы потом взорвать. А вот я вот зонтик немножко тут взорвала. Здесь, может быть, усилить белизну. Белизну хочется. Какие-то оценки. Тут нормально, да? Только перспектива осталась. Ну, сильно уходящая перспектива. Я бы сделал перспективу где-то бы здесь. И заставил клониться дома вот к этому месту. Как я вначале и затевал. Да. То есть, это немножко детская история ухода вверх. Потому что лучше загонять в какую-то линию горизонта. Ну, хотя оно так тоже вполне может быть. Ага. Значит, к ногам и голове потом немножко добавить вот такой прозрачности. Ну, чтобы она не была фанеркой, пусть у нее немножечко цвет тела прозвучит. Угу. 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 Где? Угу. Я лицо не хочу, просто как сегодня. Угу. Но легкий намек на его цвет лучше поддать. Угу. Очень хорошо было бы вырисовать низ вместе с туфельками. Вырисовать. Угу. Отражения дать. любят подчеркивание вот особенно любят подчеркивание какие-то угловые места поэтому по возможности вот в таком месте где-то где-то может быть вот в таком месте отчеркнуть светло ну давай в таком ключе так вот это очень непонятно и не очень съедобно но опять же именно из-за того что ты подняла туда у тебя появилась необходимость это выписывать потому что создав линию горизонта ближе и уход здесь можно было бы обойтись смотри можно было бы обойтись чирками если бы там было бы содержание вот вот как раз дома их легче нарисовать потому что они вдали их и там есть что рисовать а здесь рисовать либо надо вырисовывать эти дурацкие клумбы вот либо они слишком требуют вырисовки потому что нет не работает ничего другого поэтому я бы переставил бы архитектуру на другой уровень на другую линию горизонта желательно не зажимать но ты с этим пятнами не разберешься вот это страшко так и будет не ну можно конечно он тогда это ну говоришь вот это там нет это невозможно так поставить вот сейчас девушка решает Вот она. Вот она. Вот она. То есть нужно тогда сделать так. Создать все-таки центр композиции. Потому что у тебя центр композиции девочка. Но она только слишком мелкая, чтобы весь центр держать. То есть нужно и архитектурно создать центр композиции. Что вот, допустим, линия горизонта где-то там. Так. Так. Вот этими жестами прикольно начинать. Но ты как бы не предугадала дальнейшие действия. То есть вот эти пятна тебя совершенно делают беспомощными. Закончить работу. То есть ты просто не можешь ее закончить. Из-за того, что эти пятна, они не могут быть принятыми зрителям. И мы же тут все-таки начинали ночь. Такие сумерки. А ты перешла на открыто белый. И опять же потеряна идея. Потому что если мы перейдем в сумерки, тогда все в порядке. Если свет, то тогда нужно решить эту пустоту. А пустоту решить выгоднее сумерками. Поэтому, наверное, все-таки переведи всю картиночку на... Ну, вот на такой цвет. Хорошо? Ну, вот это страшно, да? То есть все сейчас перевести вот на это. Дождливо-сумеречное состояние. Чтобы там, за ней, зажглись фонарики. Тогда будет центр композиции. А так чертеж, некрасивый чертеж с красивым силуэтом. Понимаешь? Хорошо. И безвыходное положение. Это либо дневной дождь. Но тогда нужно что-то рисовать. То есть... Потемнее. Хорошо. Это совсем несъедобно. Значит, оно не должно идти всегда. Потому что если бы оно всегда шло, то можно было бы спиной к холсту встать, а оно идет. Так, поэтому они просто... Да, так делают. Всё. Да, так делают. Значит, как-то 없다, так в жену. Так Hear. Так. Так, а до того, что было? А что было до того? Что-то было? Не знаю. Буду смотреть. Опять можно по-другому сделать. Смешивать тряпочкой, да? Вот это вообще не было. То есть эффект сумерков, да? Все-таки. Вот где у нас дома? У тебя же красивые тут дома стояли. Красивые. Да-да-да. Так. 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 Я понимаю, ты уже отчаялась и решила, что краски тебе больше не нужны. Пусть он сам придумает, как без красок. Я? Да. Ну, я так не считаю. Ну, что он стоит, то что я сделаю. Профессор. Пусть он будет. на самом деле мы взяли картинку которая очень хороший подсказчик но ты как-то ее недооценила ну вот так вот начну в и и и и Ну, там можно доуложить краску, просто на это время нужно. Я ищу концепцию. Совсем ее без цвета тоже не стоило оставлять. Пусть бы там эти фонарики какие-то. Я ищу. Вот. Я ищу. То есть такую урбанистическую среду вокруг девушки создать, это уже дать какое-то, конечно, содержание. Самой девушке очень не хватает силуэта, она вялый силуэт, она должна прямо с силуэтом встать, ей должны помочь эти фонарики. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...